Меньше часа остается до начала финала национального отбора на детский конкурс песни Евровидения 2016. Имя Триумфатора мы узнаем ближе к полуночи. Весь день конкурсанты репетировали свои выступления. Воплотить задуманное участникам помогала профессиональная команда Белтеля радиокомпании. Сейчас у финалистов есть последние мгновения для того, чтобы настроиться и перевести дух. А в студии 600 все готово к началу трансляции. На прямой связи с нами наш корреспондент Нина Можейко. Нина, как вам новая сцена национального отбора? Добрый вечер, Елена. Сцена действительно волшебная. Это как раз тот самый случай, когда телезритель выигрывает больше, чем участник концерта. И хотя находиться здесь очень комфортно, тем не менее у тех, кто сегодня остался по ту сторону экрана, есть неоспоримое преимущество. Ежегодно сцена национального отбора трансформируется. И в этом году архитектура сцены асимметричная. Функцию декорации выполняют экраны, самый большой из которых высокого разрешения, располагается по периметру. Еще один светодиодный лежит прямо на полу. Зрелищности выступлением финалистов придаст оригинальное графическое оформление каждого из номеров. У некоторых контент будет интерактивным. С ним конкурсанты учились взаимодействовать под надзором специалистов Белтелерадиокомпании. Привыкнуть за время репетиций нужно было и к камерам. В студии 600 их 9, включая экран, телегу, телескоп. Установили объектив и на самой верхней точке студии. Поэтому прекрасный панорамный вид обеспечен. За путевку на Мальту, именно там в этом году пройдет детский конкурс песни Евровидения 2016. Поборется 10 финалистов. Это в основном девочки. Только двое джентльменов в этом году борются за триумф свой в национальном отборе. Тем не менее, битва, вокальная битва будет очень напряженной. Финалисты репетируют практически в режиме нон-стоп. Буквально вчера они ушли после 11 часов вечера, а сегодня продолжают подготовку. По медиахолдингу доносятся детские голоса. Кто-то и сейчас распевается, не жалея сил. Другие же выдерживают паузу перед рывком. А все ради того, чтобы взять на себя почетную миссию, представлять нашу страну на Евровидении. Прямо сейчас ко мне подходит триумфатор прошлого года, Руслан Асланов. Руслан, вот хочется понять, что ты сейчас испытываешь, какие эмоции? Это какое-то дежавю? Может быть радость, что для тебя это уже все позади? А может быть легкую зависть, что кому-то из финалистов предстоит повторить твой путь? Как только я вошел в студию, на меня нахлынули все эмоции. Все, что я испытывал в прошлом году, жесткая ностальгия. И я, конечно же, очень рад, что в этом году снова нашу страну представить сильнейший. Руслан, ты штурмовал национальный отбор дважды. Первый раз не очень удачно, но об этом мы не будем сейчас. Твой совет будет очень ценным, на самом деле. Вот как нужно работать с залом, работать с телезрителями, чтобы за участников проголосовали? Очень важно быть самим собой и не стараться быть лучше других. Просто отдать все, что есть в тебе и работать для зрителей. Спасибо тебе большое, Руслан. Я знаю, что тебе нужно готовиться к выступлению. Ты открываешь Гала-концерт, поэтому я тебя отпускаю. Кстати, вести национальный отбор в этом году будут Ольга Рыжикова и Тео. Он тоже подходит ко мне. Просто буквально недавно закончилась репетиция, поэтому я понимаю, что ты еще, в принципе, даже был не готов в каком-то смысле. Да нет, я абсолютно готов и рад стоять здесь на этой сцене с тобой. Прекрасно выглядишь, очень красиво у тебя смокинг. Слушай, я хочу спросить у тебя, как у профессионального музыканта, аранжировщика, человека, который в конце концов уже евровизионного пороху-то понюхал. А чем нужно зацепить, чем можно зацепить европейскую публику, учитывая то, что это все-таки детский конкурс? Ну, мне кажется, история успеха в детском Евровидении все-таки это детская непосредственность, детская искренность, неподдельность. И мне кажется, детям ни в коем случае нельзя играть во взрослых, детям нужно оставаться детьми. Ну, а если говорить о таких вещах, как аранжировка, песня, исполнение, номер, то, безусловно, все эти составляющие должны быть выполнены на высочайшем уровне. И только тогда наша страна может рассчитывать на очень хороший результат там на Евровидении. Спасибо большое. Прямо сейчас был с нами Тео. Но ему тоже пора уходить, и я остаюсь на сцене одна. Нужно сказать, что мы все с нетерпением ждем начала концерта, который начнется в 22 часа. Трансляция будет на телеканалах «Беларусь-1» и «Беларусь-24», а также в онлайне на официальном сайте медиахолдинга. В этом году голосование, точнее уже по традиции, голосование будет 50 на 50. Решение принимают и жюри, и телезрители. Вся информация о порядковых номерах участников, а также телефонных звонков и для СМС-сообщений будет всплывать во время трансляции на специальных баннерах. Елена. Спасибо, Нина. На прямой связи из соседней с нами студии 600 была моя коллега Нина Можейко. Оттуда ровно в 22 часа начнется прямая трансляция финала национального отбора детского конкурса «Песни Евровидения-2016».